Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сайт проект L7Trade на данный момент недоступен. И на своей странице в Твиттере они написали следующее. Уважаемые клиенты, с 23 сентября 2019 года мы испытываем серьезную атаку со стороны хакеров. Защита Cloudflare была взломана. Три сервера платформы L7Trade и RaySafe коммерческий сервер также были атакованы. Аккаунты ВКонтакте, Ютубе и Твиттере также удалены. Спасибо за доверие. Но я так понимаю, что те сообщения, которые я сейчас читаю, размещены уже на дополнительном аккаунте. Следующее сообщение. Это страница для владельцев L7Trade. Надо отметить, что английский здесь корявый. По всей видимости, это перевод, гугловский перевод с русского или с какого-то другого языка. То есть имеется в виду, что данный аккаунт в Твиттере, это официальный аккаунт, созданный владельцами L7Trade. Вот о чем речь. Все остальные аккаунты никаким образом не относятся к платформе L7Trade, кроме этого. В настоящий момент мы перевели все средства на более безопасный сервер. Сайт не будет функционировать в течение двух дней по причине безопасности. Следующее сообщение. Уважаемые клиенты, сегодня мы заметили большое количество мошенников. Они предлагают вам вернуть средства с платформы L7Trade за небольшое вознаграждение. Не поддавайтесь обману. Ваши средства безопасности. И никто не может вернуть вам ваши средства, кроме нас. Благодарим за внимание. Следующее сообщение. Уважаемые пользователи, мы просим обратить ваше внимание на фейковые аккаунты. Мы не знаем, с какой целью они были сделаны. Будьте осторожны. Чтобы решить эту проблему и избежать клеветы в наш адрес, мы готовим судебный иск в Международный суд против владельца данного аккаунта. Спасибо за внимание. Следующее сообщение. Мы просим прощения за публикацию фотографий вместо текста, поскольку Twitter ограничивает количество символов, опубликованных в Twitter. Сообщение гласит. Уважаемые пользователи, в данный момент мы не можем получить доступа к нашей электронной почте. Новый адрес электронной почты вскоре будет опубликован на официальной странице в Twitter. То есть надо полагать вот на той странице, которую я читаю. Мы напоминаем вам о мошенниках. Ни у кого нет доступа к средствам, кроме как у сотрудников L7 Trade самого высокого уровня. Сотрудники L7 Trade никогда не требуют вознаграждения за возврат средств. И L7 Trade не несет ответственности за действия фейковых сотрудников L7 Trade. Благодарим за ваше доверие. Следующее сообщение. В данный момент хакерские атаки так и не прекратились. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть платформу в рабочее состояние. Никто ваши средства не украл. Они находятся в безопасности на наших серверах. Когда платформа будет восстановлена, мы вас об этом информируем. Спасибо за понимание и доверие. Ниже размещено сообщение от некоего Мурата Арслана. И он пишет. Почему вы не сделаете объявление относительно возврата средств? Если все средства украдены, пожалуйста, имейте смелость и скажите об этом людям. Но если вы планируете сделать возврат наших средств, пожалуйста, покажите логические действия. Не пугайтесь. Этот адрес является временным в силу сложившихся обстоятельств. Мы просим вас сообщить об этом всем нашим партнерам. Новый временный адрес скоро будет опубликован. Ждите дальнейших инструкций. Спасибо за ваше внимание и доверие. И, наконец, последнее сообщение на данный момент. Уважаемые пользователи, мы создали новую временную почту. Мы хотим обратить ваше внимание, что только данная почта является официальной. Адрес почты вы видите на экране. В данный момент мы испытываем большие потери. Не очень понятно. В предыдущих сообщениях они писали, что средства не украдены и средства безопасности. А сейчас они пишут, что у нас большие потери. Следующее предложение. Мы просим посылать ваше сообщение на данный электронный адрес. Мы не требуем паролей. Спасибо за внимание. Вот такая информация на данный момент. Ссылку на Twitter L7Trade вы можете найти под данным видео. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.